Но ребят, перед самым началом видео я бы хотела сказать спасибо своим любимым донатерам, людям, которые поддерживают меня на стримах, которые подписываются платно на Твиче. Огромное вам спасибо! Без вас этот канал уже мог давно загнуться и закрыться, так что спасибо! Спасибо большое, что поддерживаете меня, и всем, кто меня тут смотрит, тоже спасибо! Люблю всех! Хей! Всем привет, ребят! И знаете что? Сегодня у нас ролик про Гачу! Прям мою любимую, как меня хейтит Гача комьюнди, хоть кого Гача комьюнди не хейтит, но да ладно. Но перед тем, как я начну, у меня есть дисклеймер, потому что если я его вставлю текстом, его никто не прочитает, и я запрещаю вам проматывать. Так вот, это не хейт ролик, на самом деле я решила просто разобраться и поразмышлять насчет того, почему Гача такая популярная. Здесь будет только исключительно мое мнение, вы с ним можете быть не согласны, можете быть согласны, а это не важно, потому что, еще раз повторяю, это не хейт. Короче, да, блин, на самом деле начало звучит так, будто бы я тут сижу, оправдываюсь. Но да ладно, в любом случае, те дети, которые на меня обидятся, все равно путся и скажут, что это хейт ролик, так что забили и давайте начнем. Как вы уже поняли из названия, я решила разобраться, почему же Гача такая популярная, особенно в фандоме художников, хотя, наверное, последнее можно сказать с натяжкой. Но да ладно. Начнем с того, что я не часть фандома, очевидно, хотя мы делали периодически несколько роликов, и даже я сама делала, по-моему, один ролик, я уже точно не помню. Но у меня в ТикТоке в предложке, в реках точнее, Гача это постоянный гость, начиная от самых всратых экземпляров, заканчивая действительно хорошими. Хотя я редко что-то досматриваю до конца, но ТикТок мне стабильно рекомендует эти ролики. То же самое было, на самом деле, с Гачей на Ютубе, когда мы сделали несколько роликов про Гачу, вся моя предложка была забита Гачей, потому что я гуглила что-нибудь нормальное для видосов, и Ютуб такой, хааа, наверное, она очень сильно любит Гачу. Нет, так просто получилось, Ютуб прекрати, пожалуйста, мне это предлагать. Так вот, почему же Гача настолько популярна? Я действительно не могла понять, откуда такая популярность у игры, которая выглядит довольно посредственно. Я это уже говорила, но внешний вид Гачи Клуба и Гачи Лайфа, неважно, они выглядят довольно всрато. Я понимаю, почему так, потому что сложно накладывать тени на каждую деталь и делать это красиво, потому что это просто игра для детей, просто одевалка, и как бы пофигу, просто ты создаешь персонажа, и какая разница, как это выглядит, если в конце концов этот персонаж будет потом использоваться, ну, в общем, так, как захочет автор. У меня вообще ноль претензий к создателям, я понимаю, почему они так сделали, но объективно, объективно, есть игры, которые выглядят лучше. Если вы любите одевалки, то есть одевалки, которые, ну вот, прям одевалки, если вам нужно что-то по созданию персонажа. Есть, в конце концов, пикрюс, кучей, 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 лучше сделанных мейкеров, но, с другой стороны, гачи, наверное, взяло тем, что там есть всякие штуки, которые позволят передвигать часть тела, предметы, вот, глаза на лоб и рот на подбородок, вот это, кстати, самый любимый стиль у гачеров, не знаю почему, хотя это, конечно, анатомически неправильная всрата, но неважно, так говорится, нигде судить. В любом случае, наверное, это и сделало изначально какой-то прорыв, что ли, и люди начали, вау, здесь можно создать реально почти все, что угодно, можно сделать это, можно сделать то, и плюс здесь можно сделать модельку для анимации. С этого, кстати, можно начать и поподробнее. Гачи чаще всего анимируют, ну, в общем-то, те, кто умеет анимировать, либо хотя бы пытается, потому что в самой игре есть возможность разбить персонажа на модельки, а если вы не знаете, где эта кнопка, то, в конце концов, все можно сделать через гринскрин и через просто скрин. И готово, вы вырезали нужные детали, у вас есть готовая моделька, которая состоит из минимум частей, потому что это просто чибик, просто чибик, и там особо, как бы, нечего делить. И в этом и заключается, наверное, вся простота и прелесть. Имея готовые детали модельки, которые тебе не нужно самостоятельно отрисовывать, не нужно самостоятельно нарезать, ты берешь, несешь их абсолютно в любую программу рисовательную, и, в общем-то, доделываешь. По крайней мере, так делает 80% гайчеров, которых я видела. Они дорисовывают, есть куча туторов, и, знаете, это забавно, забавно, что большинство гайчеров, опять же, те, которые попадались в тиктоке, я не спорю, что есть другие, так вот, большинство гайчеров на самом деле не рисуют. И даже, я бы сказала, особо и не умеют. Они и не учат рисование, они не учат анатомию, они ничего не учат. Они вдрачиваются только в покрас, чтобы можно было красиво раскрасить этого чибика, сделать его привлекательным, и на тебя подписалась куча людей. А сами они очень-очень редко рисуют. Конечно, есть, еще раз говорю, какие-то примеры, но чаще всего это так. Есть, конечно, художники, которые вырастали из гачи. Кстати, я знаю несколько таких, которые начинали просто раскрашивать гачи, а потом переходили на что-то другое, и по итогу начинали рисовать, забрасывая гачи, ну, по очевидным причинам. В любом случае, получается, что нарисовать с нуля модельку сложнее, чем сделать ее в гачи. Ну, это был очевидный ответ на вопрос. Вот, например, моя моделька со стримов. Я потратила на ее создание и анимацию больше трех месяцев. И я хочу сказать, что я действительно намучилась. Нарезка модели была довольно сложным процессом. Мне приходилось все это рисовать, ну, правильно, по линиям, по построению, чтобы потом это все можно было санимировать, в то время как с гачей можно не мучиться. Раз, два. Гачу легко раскрасить. Даже не имея каких-то особых скиллов, можно абсолютно не уметь рисовать. Загуглить первый туториал по гачи на ютубе, и делаешь это, ну, более-менее сойдет. Третий плюс. Можно особо и не уметь анимировать, потому что сейчас, опять же, много туторов. Плюс сейчас очень много программ на телефон, куда ты просто запихиваешь эту модельку и делаешь простейшие анимации для ТикТока. И, как бы, всем все нравится. Я, как бы, не отрицаю, что это хорошая идея. На самом деле, я бы даже сказала, это очень умная идея. Ты можешь за день наклепать просто 10 простых анимаций и постить их всю неделю в ТикТоке, потому что, ну, ТикТок создан для коротеньких, простых видосов. И гачеры этим пользуются. Я могу просто похвалить их. Это, типа, мега-мега-ультраумно. Но я бы сказала так. Есть читеры, которые на самом деле не являются гачерами, а просто пользуются тем, что гача популярна. И у меня здесь есть несколько примеров. Я не буду приводить прям вообще все, но это то, что я нашла, и это то, что меня подтолкнуло к созданию этого ролика. Я увидела несколько ТикТоков и решила, что это... Это странно. Это же... Это не гача. Вот вам, например, скрин. Я знаю, что кто-то скажет, Вау, это гача, но... Я на 200% уверена, что от гачи здесь осталась только форма головы. Я знаю, что таких рук нет в гаче. Я знаю, что все отрисовано. Я знаю, что человек, скорее всего, это перерисовал с нуля. Но при этом в названии написано гача. Немножечко попахивает тем, что кто-то знает, что обычный чибик не залетит. Но если в начале написать, то все готово, великолепно. У вас миллионы просмотров, потому что... Ну, потому. Хотя, конечно, в ролике присутствуют реально гачи-элементы, я не буду спорить. Там действительно вот эти всратые руки, которые есть в гаче-клубе или лайфе, я уже путаюсь в их названиях, неважно. Это действительно так, но по большей части там даже в начале, начальная сцена санимирована с нуля, отрисована. То есть человек объективно умеет рисовать. Но он понимает, что если он сделает абсолютно точно такой же ролик, но без приписки гача, и это будет не чибик, то ролик, скорее всего, не залетит. Вот такая грустная реальность анимации сейчас, к сожалению. То же самое могу сказать про вот этого человека. Кстати, мне очень нравятся все эти анимации. Я сразу говорю, у меня ноль претензий к авторам, еще раз. Мне нравится. Здесь от гачи, опять же, наверное, осталось, ну, только формы головы. Здесь перерисовано абсолютно все. И тот факт, что автор использует гачи только, чтобы, ну, держаться на плаву и делать просмотр, доказывает, что у него есть, посмотрите, ролики, где есть не гачи, где он создает с нуля себе витуб-модельку, рисует ее. Но там просмотров меньше, чем на гаче. То есть, получается, у нас очень грустная тенденция. Художники сейчас не так востребованы, как гачеры. Ты можешь быть просто охрененным отличным художником, ты можешь сам санимировать с нуля свою модельку, ты можешь делать анимации, ты можешь быть витубером. Абсолютно не важно, что ты делаешь. Факт в том, что если есть точно такой же чел, который это сделает в гаче, он будет просто популярнее. Я считаю это немножко странным, не то, что несправедливым, просто странным, что кто-то действительно готов смотреть на модельки из игры, движущиеся, но на реальные картинки, в которых вложили чуть больше труда, скажем так, смотреть не так интересно. Мне казалось это в свое время действительно несправедливым, но сейчас я понимаю, почему так работает, потому что, ну, потому что это интернет. На самом деле вам нужно смириться с этими правилами и плыть по течению. Поэтому, ребят, если вы хотите быть аниматором, вот вам совет. Забейте, не рисуйте сами, я серьезно. Просто вставьте в название гачу. Вы можете, конечно, нарисовать сами чибика, но обязательно, обязательно напишите, что это из гачи, потому что иначе это не залетит, это будет просто чибик. Но чтобы не обманывать людей, возьмите хоть какую-то одну единственную деталь из игры, потому что, да, ну, мало ли что. И знаете, что я на 200% уверена, что после того, как я сама себе с нуля сделала модельку, анимации для гачи будут для меня как раз плюнуть, потому что, вау, они делаются абсолютно в той же программе, в которой я делала себе анимации. Если этот ролик наберет много просмотров, реально много, и вы попросите, я попробую запилить какую-нибудь анимацию из гачи. Да, я паду, как Титаник, так сказать. Не хочу, конечно, менять свою сферу деятельности, но почему нет, я готова попробовать что-то новое, поэтому дерзайте. Ну, а вы пишите свое мнение в комментариях, почему, по-вашему, гачи так популярны при действительно наличии хороших конкурентов и хороших игр. И все в таком духе. Ну, а с вами была Приз. Заходите ко мне на стримы на Ютубе и на Твиче, чтобы видеть меня чаще. Подписывайтесь на мой паблик, на мой инст, на Ютуб, если вы еще почему-то не подписаны на Твич. Все ссылки, ребят, в описании. Я всех люблю, всех целую и всем пока.